ну что ж погнали дальше и так нам нужно в комнату и стали подготовиться к тренировке какая из этих комнат эстель козы зайдем во все так окей это не наши салат зачем дверь плотно заперты со всеми нет но вот с некоторыми плана о даже озвучка есть эстель доброе утро и сану а сарима сынок оттана коку мады кое-каке кое-каке то есть вы сын она лэйс действительно серьезно сцепились я слушал это отсюда шубу нового амада кайты мая кеда шиппат модель его маниа вас эльса мои мастерская еще не открыты но я буду готов до того как вам придется отправиться моменту на челси я на никого сама таки не арата мете урагай сурю мы можем выполнить настройку орбоменты или все что тебе может понадобиться тогда так ну понятно сюда потом ну как наелась да я прям объем это было так вкусно что я не могла ничего с собой поделать кроме как съесть еще больше вот хорошо сегодня будет очень большой грандиозный урок который завершит твое обучение здесь так что выкладывайся по полной хорошо но обязательно понятно значит мы скоро уйдем отсюда хотя дай нам сказали что тренировка почти месяц длится так снова снаружи никого нету ребят плохая концовка нет никуда не сбежим мне кажется что тренировка может начаться без меня я просто потеряю время может быть было бы неплохо вернуться мою комнату и проверить свою экипировку свое снаряжение ну короче да уже готова не как раз собиралась направиться свою комнату хорошо так где тогда тебе лучше подготовиться побыстрее скоро увидимся стель да увидимся итак ладно мы тут все-таки говорим о тренировке курта так что можно смело предположить что мне понадобиться все включая кухонную раковину ну вы поняли да это будет совсем как настоящая битва так что я понятия не имею что ожидать эстель достала из сумки губную гармошку хорошо сегодня я тоже постараюсь изо всех сил обещаю так отлично посох бронька о еще косарь отлично вот и все следующая остановка вход так она уже сразу все один стоп понятно думал можно потыкать этот посох нет нельзя так ведь оказалось что книгу можно прочесть вы нельзя и тут тоже ой эстель-чан на секи на адаши на тонари даю остыть твое место мы рядом со мной а вот и ты не стыль ну что ж тогда давайте начнем сегодняшнюю тренировку сегодня хочу чтобы вы с аналейс изучили руинку на шикша на нишине ряду ли руина борис тарр сей до уни хай ты морал мы отправимся к каналу баллстар который находится западу от дома баллстар сей до канал баллстар флюмика сина мая дакедо я пари кун леона на довольно странное название но это еще один тренировочный центр верно а чусы на юзи хорка сетс дэнэ это старый акведук еще со времен средневековья который гилдия перепрофилировала некоторые из его защитных механизмов все еще работают плюс довольно много монстров сделали это сделали свои гнезда там ловушки монстры да да это действительно звучит как тренировка курта в стиле курта для меня ну чтож тогда давайте отправимся к ведуку я сону майни так подождите прежде чем вы уйдёте я хочу чтобы вы обе взглянули на это урт ну скорее извлек пару устройств пару ар моментов странной конвигурации подожди а это это похоже на боевой арбамент но он какой-то странный а сону торида совершенно верно это новая модель боевого арбами долюк на фону сио у канон не сэр сэнджи с обмен то уцкут или него и пистан зайдан то юна вы конечно знаете о фонде и пештейна который разрабатывает боевые арбаменты ну среди многих других орбамент и технологий это новый вид боевого арбаменты разработанные фондом и поставленный гилдии всего несколько недель как вы можете видеть он имеет дополнительные слоты по сравнению с предыдущим орбаментов всего их 7 ребят больше сможем взять навыков в результате это должно привести к снижению результате это должен должно привести к тому что можно будет использовать новые более мощные боевые искусства волк невероятно да действительно они сделают нас потрясающе так что не нужно им быть скупым год готовься основательно если вы пожелаете гилдия предоставить каждому из вас по одному бесплатно однако как вы можете предположить есть одна загвоздка архитектура схем в этих арбаментов радикально отличается от ваших нынешних боевых арбаментов на кара к консей но монтай и зену куал цена сочек декина вы издеваетесь в результате ваши старые кристаллы кварца несовместимы с этим новым арбаментом но ребят собственно вот как мы потеряли все что накопили в первой части новая версия несовместимость синьки как ноку правда сегодня мы не завезли вам нужно будет получить новый переработанный кварц что но это значит что весь кварц которые мы создали до сих пор ничего не стоит он бесполезен данные на гора суда боишь что дэн мендо дару на мата сейсер я об этом же суретом мара с канина ps3 ps4 это будет хлопотно но вам придется заново создать свою коллекцию кварцев с нуля если вы хотите их используя нет товара нет нельзя эх ну и дела какой трудный выбор а можем ли мы продолжать использовать наши нынешние арбаменты они же найна свящая сина можете но я не рекомендую этого зима то в моменту а свете на менде и зен на моно юри сей на нато каин да эти новые арбаменты являются более превосходными модели моделями во всех отношениях и моего хава не апсель си сайсин а то на круто с ним мотай у декил их максимальный потенциал и пи выше а новый более высококачественные кварц которые они могут принять обладает впечатляющими возможности не в саран арсин той нырюк но кожу на китай декилю тоいうこと да в долгосрочной перспективе они наделят вас повышенными физическими способностями нанту и тему и зену менту не на кота а то россии от на кнельного уки и самое главное искусство арты которые они могут создать намного превосходит то на что способны ваши нынешние орбаменты сел кун а не хотите новые магические заклинания берите нового уровня эстель ты же помнишь нашего хорошего друга лейтенанта лоренса не полагаем не думаю что я смогла бы забыть его даже если бы захотела шерра рассказала мне об одном странном арте который он использовал против фиксирую на айте о и чудо не коньяк шагара кун лан кокау а то и ручей от ужасающая атака которая обрушила на всю вашу команду затуманивание вашего раза синга то обмен то дэва сону отцу к нукутому канонанда так что получилось что этот орбамент может проявить арт именно подобный тому при правильном правильной комбинации к вам на мою silver son to you его окрестили серебряный шип silver son серебряный шип не значит ли это что у этого недоумка в красной форме была одна из новых модель орбаментов два месяца назад не смотря на то насколько пугающая эта мысль вполне возможно последствием этого является кими татчо а то ну ладно в данный момент я должен узнать следующее вы принимаете новый орбамент или нет я пари мою чим мосне и так сложно но немного поработав мы бы действительно смогли бы стать просто невероятно сильными но сейчас это будет неприятное снижение силы я бы хотела бы новую модель курт и она токи а то сила на ким патсу токо не на кахана татана ката лоренс или как там его зовут прибил нас как как тигр что набросился на игривого ребенка я знаю что новый орбамент не сделает меня врожденно сильнее но если это поможет мне заполучить хоть малейшее преимущество я бы хотела бы овладеть так что пожалуйста эстель да хорошо ты права как я уже сказала раскошеливайся на вкусняшки классы тогда вперед возьмите ей мы взяли а то кориева то что уку а еще вот возьмите это эстель и аналейс получили различные ипс септима суре дакарева и он текина курт в ассуре дару это этого должно быть достаточно для того чтобы интитизировать базовый набор кварцев роберт работает в мастерской вон там в углу так что он сможет вам помочь в создании немного кварца кстати говоря в вашем блокноте брейсеров также должны быть представлены все новые доступные кварцы и арты что они предоставляют было бы неплохо пролистать его перед тем как поговорить да обязательно кроме того сегодняшняя практика вероятно будет скажем так так что рекомендую вам взять с собой немного еды на всякий случай хорошо еда так что там салат а я договорился синтетизировать вместо синтетизировать ну я думаю вы привыкли это что я сейчас допускаю когда вот так быстро мы просто поговорим об этом с Филис хорошо? да поговорите с Робертом и Филис обо всем что вам может понадобиться прежде чем мы начнем тренировка салат 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 пока не забыл это для тебя ассессуары и хилки это же мило блестящий все это выглядит очень качественно да все они весьма ценный салат считайте их наградой от гилды за ваши успехи в качестве младших брейсеров спасибо ну ладно я буду ждать вас снаружи дома проходите ко мне как только будете готовы ну лунарс оригиналы это больше как мило или ой как потрясающе ладно эстель давай готовиться давай поговорим с Филис и Робертом ура теперь мы можем получить доступ к блокноту старшего брейсера там собственно в блокноте содержится информация о ваших заданиях также информация связанная с событиями орбоментом и так далее ну короче как прочесть мы знаем треугольники вверх так окей у нас еще рецепты ну куда же без это о книга рыбака отлично и предметы у нас появились две новые кнопки которых не было в первой части рыбалка да тут походу полноценная рыбалка будет так ну да вот туториала насчет рыбалки ну мы плюс-минус уже все знаем салат салат сейчас посмотрим так статусы параметры крафты крафты так ну плюс-минус все то же самое у нас чуть-чуть изменился орбоменты все так ну а тут собственно список да всех ортов что можно создать отлично это это хорошо так карта мне кажется или нас там не показывают все-таки потому что тут у нас ну да я нигде не вижу предметы о лелок местной карты окей это мы видели и брейсеры так ну это вроде новая книжка Матвей что-то старую я не вижу эмблема старая вот есть ее кстати можно использовать вижу все так что так ну окей вот это мы сейчас используем не будет полностью восстанавливает когда нас убивает но она ломается так что да не будем это сейчас использовать так ну что ж погнали давайте с едой сначала разберемся значит курт снова собирается измотать вас до изнеможения заставить работать до седьмого пота еще позвольте мне показать вам как приготовить немного да как приготовить немного хорошей чистой воды которая вам понадобится в полевых условиях не забывайте ингредиентов дорогие спасибо сейчас вы получаете в кастрюле приготовить еду да в основном приготовить то что у вас есть хватит для приготовления самых необходимых базовых блюд вы можете получить еще ингредиенты только победив монстров собирайте все ингредиенты собрать все ингредиенты для этих блюд немного опасно но стоит попробуйте я говорю да действительно я об этом знаю там есть несколько очень странных рецептов блин тут что-то вроде кто не работает тот не ест прямо выходит на совершенно новый уровень да у ваших блокнотов брейсеров будет более подробное объяснение в приготовлении еды обязательно посмотрите все ну что ж удачи вам с тренировкой да спасибо фили мы постараемся ничего постараемся чтобы ничего не подгорело когда будем готовить ну да ну да конечно так готовка для приготовления пищи требуется рецепта и необходимые ингредиенты ну понятно мы знаем рецепты мы можем научиться или выучить их употребляя пищу в ресторанах или других местах все как в первой части а ингредиенты можно покупать в магазинах или приобрести у монстров убивая их так у нас есть два типа еды так сказать еда которую мы употребляем в ресторане и в других заведениях и еда на вынос понятно все то же самое как и раньше менюшка с этим так ну я думаю туториалы мы будем скипить мы их уже читали все то же самое только на новеньком можно остановиться так ну что ж коктейльчик приготовим две штуки спрайты те же дальше о похоже вы двое взяли новую модель мы вову орбамент вы уже посмотрели список новых кварцев и из своих блокнотах основы не сильно отличаются но в некоторых моментах были изменены атрибуты так что посмотрите итак прежде чем мы начнем как насчет краткого обзора если вам нужно что то уточнить о том как работает ваши орбаменты спрашивайте салар разберись так ребят мы пройдемся по этим туториалам или нет я думаю нам это не надо так а вот апгрейд слотов первой части не было о точно одна из новых фишек нового боевого орбамента это модернизация слотов салар очень много высококачественных кварцев для новых трюков очень мощный но есть одна загвоздка такая схема потребует настройки и модернизации ваших слотов прежде чем вы сможете использовать их должным образом хорошая новость также является тем что модернизация также увеличивает максимальный лимит заряда ипи который может выдержать орбами о вот это полезно но вам понадобится сепит чтобы это сделать но это того стоит поверьте мне сатэто сетки но ребят сасаду понятна как это работает ладно вы уже довольно долго слушайте мою болтовню давайте сделаем несколько кварцей и отправим вас в корто Да, знаю. В вашем блокноте брейсеров будет полный список артов, а также требований. Обязательно проверьте. Так, а у нас вообще что есть? А у нас вообще ничего нету. Ладно. Ну, у Анелла есть хоть что-то. О, господи, какие сегодня веселые тролли у нас в чате. Знаете, что самое смешное? Тот человек даже не знает, где я живу. В отличие от вас. Скорее всего. Угу. Так. Кварц. Так, 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 так. Ну, нам хватает плюс-минус несколько штук. Ну, салат, да, все понятно. Пока что хватит. Так, ну, пока что можно вставить прямо все. Кстати, вот что здорово. Все слоты открыты сразу. Так. Отлично. Навык исцеления у нас есть один. Уже потом будем разбираться со всеми остальными подробностями. Хит. Рейзер, да. И что там будут крутить? Текст фильма. Смотрите. Текст фильма. Итак. Так, вы смогли изготовить новые кварцы и подготовить арты исцеления. Очень хорошо. А теперь мы можем отправиться в путь. Ох, наконец-то. Ну, наверное, это было в северном направлении в северном направлении. Значит, мы направляемся к той шахте, похожей на канализацию, в западной части каньона, так? Да. Канал Балстар. Как я уже говорил ранее, монстры внутри опасны. Вы двое готовы? Ну, мы готовы. Отлично. Ну, тогда пошли. Давайте начнем. За мной, вы двое. Хорошо. Прямо за вами, босс. Ну, Алекс, это классика. Первый данж в Курону Кисеки-1 какой был? Канализация. В первой части... ... ... ... ... ... ... Значит, это канал Балстар. Боже. Эти канализационные трубы Просто огромные Что они здесь Хранят Ну, технически Они меньше, чем канализация Под Гренселом Но все равно Это место довольно Большое Что касается того, что здесь хранят Попробуйте поискать В конфиденциальных документах Ваша практическая миссия Сегодня Как раз таки их достать Эх, конфиденциальные Вещи, материалы Серьезно? Аккума Думаю, что такое Соте-де-де-де-де-де-де Ну, это больше для того, чтобы Поднять настроение Вам, чем Для чего-либо еще Ну, в любом случае Документы находятся В самой глубокой части Канализации Заполучите их И верните И сегодняшняя тренировка Будет завершена Ну, как бы Это говорить Звучит просто Но Это говно вопрос Это тренировочная миссия Так что Вы убедились в том Что это будет непросто Не так ли? Ну Я оставлю это на Ваше усмотрение Я оставлю это на усмотрение Вашего Несомненного Богатого Воображения Однако Предупреждаю Монстры в канале Нет Монстры в канале Не стоит Не дооценивать Возможно Вам потребуется Полностью Овладеть Чейнкрафтом Чтобы победить Чейнкрафты Да Это О, ребят Новые фишки Вы имеете ввиду Командные атаки Для которых Мы прошли Специальную подготовку Верно? Именно Именно По сути Это тип Крафта Который позволяет Нескольким Людям Такова цель Одновременно Такова цель Одновременно Вы приложили много усилий Для их изучения Так что Теперь Вам следует Применить теорию На практике Разучит как плакал А так же Поскольку Вы снова будете Сражаться Позвольте Мне Предоставить Вам это О 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 Это О О О О О О О О О один из тех руководств по монстров, верно? Верно. Это блокнот для записи информации о врагах, с которыми вы можете столкнуться. Я бы посоветовал записывать любые сведения о ваших врагах по мере их обнаружения. Верно. Ну, следить за врагом — это то, как ты побеждаешь в боях, я думаю. Да. Говорят, что если ты знаешь своего врага, это первый ключ к победе. Ну, или, может быть, там, сначала познай себя. Ну, в любом случае, спасибо, Кор. Ну и в долгу перед тобой. Правда, вам не нужно благодарить меня. И желаю вам обеим удачи. И в качестве последнего замечания, если позволите. Орбомент. Не заставляйте себя продолжать, если вы ранены. Орбомент. Используйте их, по-своему усмотрению. Ахахаха! Какая-то, Крути-сан. Что-то, что-то, что-то готовы. Это наш Курдев. Он всегда все планирует. Да. И только что, мы не отвечаем. Ну что ж, тогда теперь никаких оправданий. Пришло время начать. Пришло время сорвать крышку с горшка ожиданий. Ладно. Давайте начнем. А, и он тупо будет там сидеть, кстати. Надо похилиться. Стэль не хватает ХП. Ээээ, Астра, нет. Во второй части там первый данж тоже канализация. Причем то же самое, что и в первой части. Так что, нет. Опа. Монстры. Уже? Это было быстро. Угу. Угу. Я думаю, что они отлично подойдут для разминки. Угу. Ну, кстати, это наш первый настоящий бой за последнее время, не так ли? Возможно, стоит еще раз пройтись по основам боя. Что скажешь, Эстель-чан? Что скажешь, Эстель-чан? Угу. 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 Нет, уches. А, ну... Салар, в смысле? Ну... Ну что, не помните боевку, что ли? Это было месяц... Два месяца назад почти. А... Ребят, что-то там на битве. Ну, вот тебе и монстры. так это вроде похоже на конец пути да похоже на то думаешь мы можем попробовать наконец-то а это то есть имеешь ввиду чейн крафт но мы немало попотели изучаю эту новую цепь атак я предлагаю испытать это в реальном бою и понять как они работают на практике не только за давай хорошо просто скажи когда так окей чайн крафт или цепь крафтов это умение которое два или больше персонажей могут выполнить вместе даже так повышайте уровень чтобы больше персонажей могло участвовать собственно в этой цепи как использовать выберите цепь из меню крафты чтобы активировать если персонаж который выбор был выбран как частью собственно этой цепи его и он что-то кастует в данный момент его заклинание будет отменена понятно так цель также должна находиться в пределах досягаемости всех персонажей чтобы выполнить чайн крафт но мы это поймем так требуем теперь что требуется сила атаки и дальность атаки варьируется в зависимости от от количества и порядка участников 122 30 ну понятно и рейндж у нас собственно плюс один плюс два плюс три так ну давайте посмотрим чайн крафт и чайн крафт и это техники которые позволяют персонажам атаковать не соню чтобы выполнить сначала выберите членов пати а затем цель теперь необходимая участникам находится в собственно кружке он там сверху написано 30 и будет показываться на панели полоски боев чем больше участников но это мы как раз уже читали понятно салат вы вроде нет то то же самое как и раньше ну да видишь вроде бы и раньше так было не хватает цепи ну ладно так это у нас саппорт атака не ну к счастью крафта до остались но нам дали сразу уровень еще высокий ну чтож качаться фармить все цепит создавать кварца и так далее есть чем нам заняться раз плюнуть а а кстати раз такое дело то что дело эстель руководство по монстрам будет лучше записать то что мы узнали и как можно скорее после боя верно ну да хорошая мысль не как раз собиралась это предложить дай мне секунду я запишу сейчас очень быстро все пишу 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 спасибо ребят напомните сколько раз мы заходили в книгу с монстрами первой части то нибудь помнят так находясь на поле ведущий герой будет выполнять атаку при нажатии а ну собственно это мы знаем окей это все мы знаем привет концентрат ну солар я проверял во время битвы а именно отдельно зайти в меню и посмотреть во время битвы это не считается я 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 querer в это и чеси нормально такой Jedi а весело в я так ну что ж ребят до первого данжа всего лишь прошло три часа с половиной нормально кстати надо сундуки поискать так здесь есть рычаг который можно передвинуть налево или направо пошел налево интересно что записано в этот раз давайте налево жаль что в данжах вижу карты до сих пор нету ох ребят 3 сундука жена да кстати надо бы есть откидать какие-нибудь кварцы у них нету три мимика нет тут хилка маленький паук перепрыгивает с одной стороны пустого сундука на другое на самом деле он довольно милый о боже нет вот к чему приводит ваше любопытство ты здесь ничего нету скучно да уж не ну описание с пауком пока что топчик да прямо действительно целая история паука да ребят мы дом в жопе герми или нет и это весь дамаг девочки вы типа серьезно я дамага не чувствую ну и раз ты меня понял да просто внезапно случилась такая ситуация так что да ну ребят как бы это конечно все хорошо и здорово но мы должны проверить и другую сторону нужно привыкнуть к тому что даже если на союзников нападает начинается битва а а а Субтитры сделал DimaTorzok Ну, кстати, похоже, направо у нас тут правильный путь. Ну, направо, налево. А направо нет. Не мерусь. Давай. До завтра. Упс. Слушайте, и тут что-то есть. Так, ладно, тогда я не знаю, где правильный путь. Господи, а что за лабиринт? Да, веселое место. Эмммм. Серьезно? Так, ну да. Так, не работает. Заржавел. Опа, сундук. Здрасте. Вот так. Господи, что с боевыми темами в этой игре? Это сунта какой-то, что ли? Да, радиус у нее такой. Махо сегодня не... Ничего себе! Нормально. Ты хорошо работал. Почаще бы. Возникал бонус. Хорош. Возможно, даже перспорчился наука. Да. Да. День картин. Я надеялся на ваш шот, но зря. Что вы издеваетесь? Нет? Но опыта что-то маловато дали. Продаю оживляющий бальзам, никогда не использованный. Ну спасибо, мы его взяли, правда на халяву. Поехали. Поехали. Иди сюда! Иди сюда! Но им придется подождать, к сожалению. Иди сюда! Мазина. Бывает. Опа! Иди сюда! Мой бандал! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Или, мне кажется... Так. О, да, конечно! Просто возьмите это! Кстати, меня зовут... Свен. Ну, ладно. Держу пари спросить мое имя. Вам даже в голову никогда не приходило, не так ли? Господи! Прекрасно! Так. В сундуке ничего нету. Ничего! Кыш отсюда! Вон! Пошли нафиг! Ладно, это уже... Мое. Вы открываете сундук. Перед семьей. И видите пустоту. Стоп. Ох! Как вам этого не хватало? Да... Да... Ммм... Знакомый на вид. Сундук. Не, ну так тоже, кстати, да, было бы прикольно. Да, вы открываете сундук и перед вами представляет привычная картина. Ничего. Как вам этого не хватало? Ты спросил имя? Да, конечно. О боже, ладно. Ищем дальше сундуки. Знаете, это та игра, когда ты ищешь сундуки, чтобы почитать, что там написано, а не ради содержимого. Да уж, дожили. Так, думаю, нам пора заканчивать, а то что-то уже ошибки пошли. Так, ладно, давайте тут остановимся и продолжение следует завтра.